Этот автомобиль даже французы не отличили от оригинала. Это Де Дион Бутон, модель 1902 года. Изначально машину создали, скопировав детскую игрушку. А спустя почти сотню лет пилот-вертолет из Екатеринбурга воссоздал ретро-автомобиль по одной единственной картинке. И в отличие от французов, сделал все в однокомнатной квартире. У меня же была только фотография в старинном журнале. По диаметру колеса, обода колеса, 19 дюймов, я сделал все пропорции, вычислил все размеры, сделал рабочие чертежи. Сначала сделал как бы эскиз, ну скажем, образец опытной этой машины. Теперь же машина и по дорогам колесит. Де Дион Бутон занимает почетное место на фестивале ретро-автомобилей. Тут представлены не только старые, но и редкие машины. Например, гоночный болид «Формулы Русь» из музея Верхней Пышмы или «Волга-кабриолет» из частной коллекции. А еще советский внедорожник «ГАЗ-67». Всего около сотни единец уникальной техники. Это единственное мероприятие на Урале, где собираются любители ретро-техники, которые не только какие-то крупные коллекционеры или музеи, но и владельцы, допустим, единственной 21-й «Волги», которая досталась от дедушки. Так по наследству досталась от «Волга» первоуральцу Дмитрию Клементьеву. Хозяин и автомобиль – ровесники. Обоим в этом году стукнуло 50 лет, шутит Дмитрий. Свою машину он ласково называет «золотой молнией», а ведь поначалу хотел сдать наследство в металлолом. Но потом твердо решил – будет ездить на этой машине. Первый раз она доехала, буквально 10 километров мы проехали, и она неделю стояла просто недвижимая, потому что пропали тормоза, пропало сцепление, потом она перестала заводиться. Сперва пытались маленько ее ремонтировать, но потом проще было ее разобрать и собрать заново. Молния состоит из советских деталей, уверяет хозяин. Но при этом машина не лишена своих изюминок. Так хозяин называет современные доработки. Например, тормозную систему. Ведь «Волга» – основная машина, а не автомобиль выходного дня. Ездит она немало. Сколько средств в нее вложено, Дмитрий точно не знает. Как истратил четверть миллиона, сразу перестал считать. Подобная история и у Ивана Шестакова. Правда, у него не машина, а мотоцикл. На то, чтобы восстановить М-72 1954 года выпуска, он потратил пять лет. Запчасти искал по всей стране. Допустим, двигатель. Я нашел у дедушки одного. Он вообще был в консервационной смазке. Весь консервированный. И лежал на чердаке, грубо говоря. Остальное – ну, так, с миру по нитке. Теперь ретро-мотоцикл гордо колесит по уральским дорогам. И автоинспекторы останавливают его исключительно для того, чтобы сфотографироваться. Можно сказать, была сегодня детская мечта, признается хозяин. Мечтой можно назвать и эту машину. Это «Поккарт» 1941 года. Сделан автомобиль в Америке. Но волей у судьбы оказался в руках Андрея Тарабаева из «Арамиля». Это была точно любовь с первого взгляда. Не знаю почему, много машин старых, но почему-то именно «Поккарт» почему-то запал в душу. Семь лет назад его привезли в Москву. Он там поснимался в нескольких фильмах, побыл в музее. И дальнейшая жизнь его осталась в Екатеринбурге. Тут у каждой машины своя долгая история. Многие из них гостям выставки рассказывают на обзорной экскурсии. Тем временем сами автомобилисты обмениваются опытом. Уж им-то есть, что друг другу рассказать. Наверное, скоро мы ходим разучимся. Уже привычка ездить в нас живет. Пройти пешком всего два шага мучиться. Сот километров нам авто не в счет. Автомобили, автомобили, буквально все заполонили. Там, где вековая лежала пыль, свой след оставил. Автомобили, автомобили, автомобили. Автомобили, автомобили.